В преддверии знаменательной даты воссоединения Крыма с Россией для школьников в ККЗ «Панорама» прошел показ фильма «Тверской Севастополь». Ведь наша область и этот город-герой объединяют имена и судьбы многих знаменитых уроженцев Тверской земли. Среди них руководитель обороны Севастополя в годы Крымской войны, вице-адмирал Владимир Корнилов, который погиб и похоронен в Севастополе. Тем продолжит наш корреспондент. 12 улиц набережных и площадей Севастополя названы в честь Тверских войнов. Адмиралов, генералов, офицеров и рядовых защитников Севастополя в годы Крымской и Великой Отечественной войн. В каждом музее Севастополя размещены экспозиции о наших земляках. Установлено более 10 мемориальных досок и памятников, увековечивающих память о знаменитых уроженцах Верхневолжья. Когда я посетил Севастополь и познакомился с севастопольской историей подробнее, то оказалось, что огромное количество выходцев из Тверской земли не только защищали Севастополь как в годы Крымской войны, как в годы Великой Отечественной войны, но оказалось, что Севастополь и создавали тверские люди, Севастополь строили тверские люди, а после Великой Отечественной войны разрушенный Севастополь также восстанавливали выходцы из Тверской земли. Ребятам показали кинокартины о вице-адмиралах Владимире Корнилове и Федоте Клокачеве, контр-адмирале Николая Бирюлёве и хирурге Николай Пирогове. Это не были обезличенные истории, сплошные названия и даты, а забавные истории, моменты, которые мы запомним. Я никогда не думала, что Севастополь и Тверь как-то связаны, но оказалось очень интересно посмотреть документальные фильмы. А ещё дети большие молодцы, мне очень понравилось, как все пели и танцевали. Все эти документальные фильмы произвели на меня сильное впечатление. Русские солдаты — это всегда опора нашей Родины. После просмотра документальных фильмов многие ребята узнали больше об исторических личностях, а некоторые заинтересовались их судьбой и захотели узнать больше информации. Про кошку очень интересное имя и то, как он себя вёл, какие он совершал поступки. Я бы с удовольствием узнала больше об этом человеке, об этой исторической личности. Я с удовольствием проведу какое-то небольшое свое исследование, чтобы побольше узнать об этом человеке. Для меня, наверное, эта личность будет Корнилов Владимир Алексеевич. И когда говорят о мужестве его, то хочется ещё посмотреть побольше, почитать о его биографии, как он там оказался, как он вырос и что он в нём воспитывалась в его семье. Кроме того, в рамках презентации фильмов состоялась концертная программа. Школьники исполнили музыкальные и хореографические номера патриотической направленности. В предстоящую субботу в Тверино-Театральной площади пройдут праздничные мероприятия, посвящённые возвращению Крыма в состав нашего государства. Приглашаются все желающие. Вход свободный. Начало в 12 часов.